Это время арт. Здравствуйте! Интонация сегодня вокально-инструментальная. Предлагаю вспомнить о легендарном коллективе с большой историей «Добрые молодцы». И поможет мне в этом мой гость – это художественный руководитель и вокалист «Виа Добрые молодцы» Андрей Кирисов. «Добрые молодцы» принимают участие в Международном музыкальном фестивале «Золотой шлягер». Причем вы почетные гости не первый раз. Скажите, что для вас шлягер? Шлягер – это, ну, понятно, что это песня. Самое главное, что она нам должна сначала нравиться, а потом мы ее должны каким-то образом внедрить в слушателя, то есть чтобы они услышали. И если она остается в памяти, то это шлягер. Если не остается, значит все. Ну так раскройте же нам секрет. Как рождаются шлягеры? Он, я не знаю, я из тех, которые люблю, я тоже сочиняю, но люблю, чтобы это приходило. Чтобы не сел, о, сейчас я сочиню шлягер. Так не бывает, это конструктор. А это должно прийти, пришло все. И тут и музыка должна быть запоминающаяся. И все-таки стихи. Стихи. Да. Слова, которые… Не просто слова, которые забыть нельзя, потому что можно поставить любые, а те, которые имеют какой-то смысл. Тогда интересно. Шлягеры, они душевные какие-то? Да, да, конечно. Душа – это прежде всего. Это то, чему вообще добрые молодцы всегда стремились. А самое главное, уже вот сейчас, в таком большом возрасте, пришли к тому, что мы понимаем, что мы делаем. Мы стали понимать. Это надо было 40 лет пробыть на эстраде, чтобы понять, зачем ты это делаешь. – Но ведь та советская вокально-инструментальная, что ли, эра, но все-таки она прошла, а вы пытаетесь возродить все это? Верунь, получается это? – Ну, мы, понимаете, мы ничего не возрождаем. Мы как были, так и остались. Поэтому, невзирая на то, что сейчас все поменялось, там, и страны, как бы, и вообще другой строй, если сравнивать с Советским Союзом. Но мы-то остались те же. На нас строй не влияет, потому что песни нет. Ну, как вы можете забыть, допустим, «Темная ночь» песня? Невозможно, что она была при социализме, что она при капитализме, а душа, она не имеет политики, понимаете? Она от Бога, а он же вне политики. – Сейчас в вашем коллективе есть и молодые ребята пришли, да? Они работают успешно. Это приносит какие-то новые звучания, нотки? – Знаете, когда я пришел в ансамбль «Добрый молодец» в январе 1978 года, я был самый молодой, а теперь я оказался самый старый и по количеству лет, и по возрасту. Ну, молодые, конечно, нам нужны молодые. Ну, как же, они же это двигатель, всего остального. Ну, что мы выйдем там семеро стариков и одна девушка, но у нас девушек нет. Ну, это так, по фильму. Ну, неинтересно. Ну, мы же должны привлекать еще и молодых людей, чтобы... Вообще, мне всегда нравилось в ВИА смотреть, как играют, как поют. Не под фонограмму, а живьем. – Живой звук. Я, будучи еще в самодеятельности, я ходил на определенный вокальный инструментальный ансамбль. Ну, не буду скрывать, веселые ребята. И я ходил на каждый их концерт. Самое главное, что у меня получилось по жизни, я всю жизнь хотел работать в веселых ребятах. И все время проработал в Добрых Молодцах. Поэтому для меня Добрые Молодцы – это веселые ребята. Понимаете, ну, в общем-то, если убрать вот это вот какое-то русское народное звучание – Добрые Молодцы, то это такие же веселые ребята. А мы иногда приезжали в какой-нибудь город, и там горничные говорят, да кто там приехал? Да, какие-то веселые ребята. Понимаете, то есть где-то перекликаются. Да мы репертуар практически у них тоже кое-что взяли. Ну, потому что эти песни не поют, а что же пропадать песням? И поэтому важно, чтобы люди приходили и учились, хотя бы молодые, да, чтобы им нравилось не только просто как человек двигается, или как, что он как делает, какой аккорд взял, интересно там, спел, какой расклад. Ну, вот это должно интересовать. А лично у вас с чего все началось? Тогда приход к музыке? Началось, если с детского сада, А по-серьезному в школе уже... Вот помните фильм «Розыгрыш»? Кстати, в этом фильме добрые молодцы записали всю музыку. Я очень много пел эти песни, но могу сказать, что ни разу не смотрел «Розыгрыш». А почему? Вы ни разу не видели этого фильма? Нет. Я так посмотрел пару эпизодов. Ну, почему? Потому что мне жалко то время, потому что я это все хорошо помню. А оно было такое сложное. У нас ничего не было, гитар не было. Выпиливали какие-то из ДСП гитары, их как-то лепили, струны доставали, звукосниматели. Для того, чтобы их сделать, надо было достать магниты. А магниты в телефонной трубке. И мы отрезали все эти трубки. То есть это была целая эпопея. А гитары не строили. Да, продавались гитары, были. Но откуда у нас деньги, чтобы было покупать? Да, было дорого. Поэтому стремлений было очень много. Поэтому из-за этого стремления все и получилось. Когда вы пришли в коллектив, что исполнялось там? То, что мы сейчас помним, знаем? Ну, вот, песни Флерковского из кинофильма «Розыгрыш». Потом, ну, естественно, Шлягера и Добрынина, Антонова. Это композиторы, которые, в общем-то, их песни пели все. И даже вот то, что песниры пели, там, за полчаса до весны. Мы тут недавно узнали, что Добрымолодцы тоже пели эту песню. То есть фактически тогда, ну, композиторов было мало, которые пели, которые в основном сочиняли для ВИА. Ну, поэтому просто иногда люди думают, что вот они записали первые, значит, они имеют право на это. А параллельно все остальные пели то же самое. Вот песни, которые людям понравились. А потом прибавились «Чародеи». Вот этот кинофильм, где мы не только... Вы писали и снимались, да? И снимались, да. Я вот один из тех, который был в кадре с этой девочкой. Ну, как всегда, снимали лето-зимой. Мы там в шубах, бежим по лестнице. Это в ДК Зил было. Это 83-й год, да, «Чародеи»? Да, 83-й год, 82-й съемка была. Да, летом. Снимали про зиму. Да, про зиму. И вот уже канун, 8 часов, была премьера. Мы же не видели фильма. Но решили, так, ну что-то такая, какая-то кинокомедия должна быть сверху. Но было разочарование, потому что мы думали, что это минимум «Берегись автомобиля». Ну, как-то, да, потом поняли, что это все-таки из-за песен. Фильм, где много-много песен Евгения Крылатова. Песни хорошие, Отьева поет хорошо. «Чародеи» – это новогодняя сказка, которую любят все. Да, мы поняли ее потом, что мы «Чародеями» так и остались. То есть, одни из тех, которые в этом фильме... Ну, мы, может быть, мы зря причисляем себя, но нам нравится быть волшебниками, понимаете? Нам нравится, что людям нравится то, что мы делаем. Нам нравится помогать людям, понимаете? Это... Вот без этого не существует ансамбля «Добрый молодцы». Вот это наша теперешняя позиция, и поэтому мы глубоко засели в шифровом вокально-инструментальный ансамбль. Это смысл жизни. «Добрый молодцы», стиль жизни. Понимаете, это не просто название. Последний альбом ансамбля был записан в 2005 году? В 2005 году, да, очередное издание совершенно нового альбома пока нет. Он как бы записывается, есть наработки. Ну, я не знаю, может быть, это так надо долго писать. Великие скульптуры долго лепили свои скульптуры или писали произведения. А может быть, нет, но очень скрупулезно подходим. Я не буду пока расшифровывать, но это новый русский альбом, где песни, которые известные и неизвестные, но они в таком роковом стиле. Все-таки мы больше к року тяготеем. Хотя у меня рок-группа. Ну, жесткость, она важна везде. Даже когда ты наказываешь кого-то. Ну, как наказываешь? Ну, так, ребенка. Ну, ты же грозишь пальчиком, а на самом деле ты же добрый человек. Какой совет вы дали бы современным молодым исполнить? Думать. Учиться. Чем больше знаешь, тем свободнее себя чувствуешь. Свобода не только в деньгах, а еще в мозгах. Если ты умный, то деньги тебя найдут. Понимаете, стремитесь дальше, выше, как обычно. То, к чему теперь я бы с удовольствием это делал. То вот эта ленность, вот эта ерунда, вот эта легкая такая гульба, понимаете. Ну, всякие пристрастия там. Нет. Надо было все по-другому. Поэтому пока думайте, вы живете. Я, конечно, не могу не попросить вас что-либо напеть, что поют поколение советское многие годы, десятилетия. Ну, трудно сейчас без инструмента. А десятилетия, ну, если наклонилось вдруг, небо ниже, И пошел стучать дождь по крыше, Под моим окном лужи в пене, Вдруг свидание нам дождь отменит. Вот, понимаете, сейчас вы меня врасплох достали. Была бы гитара, я бы сейчас удовольствую. Потому что, ну, так, да, неизначально не получилось. Была бы гитара, да, действительно. – Все получилось. – Да. – Все получилось. И самое главное, что хочется подпевать. – Да верю, верю я, а вы не знаете, что там было. Если выйдешь ты, я там верю, верю я, Знаю, знаю, все равно тебя повстречаю. Это был другой припев. И, ну, много всяких, поскольку я ходил на каждый концерт, Я знаю некоторые изменения, которые… – Песни претерпевали, да? – Да, есть песня. – Отчего ясный и счастливый мир, Как первый снег растаял, А если ты любишь, то имей в виду Двенадцать месяцев в году Не жди только ясных дней, Не жди, бывают порою дожди. Понимаете, вот это другой припев. Спасибо большое вам огромное за беседу. Творческих успехов вам еще на долгие годы, Чтобы ваши песни пели, пели и пели. – Да, я со своей стороны хочу сказать, Что добрые молодцы сколько еще смогут, Будут обязательно, И все то, что я сказал, Обязательно будут соблюдать. И любовь, и добро. Спасибо. – Спасибо. Спасибо огромное и новых вам воплощений, Свершений, чтобы были концерты, Потому что люди, те, кто это любит, Они есть, и их много. – Да. – Поэтому спасибо вам огромное. – Мы это чувствуем, да. Поэтому, когда ты нужен, ты есть. Спасибо. – Спасибо. О шлягерах и вокальной инструментальной эре Мы говорили с художным руководителем И вокалистом Виа Добрмолодцы Андреем Кирисовым. – Спасибо. Здравствуйте. В эфире «Время арт». С восторгом и замиранием, С огромным вниманием встречают и слушают Любители оперы из Соединенных Штатов Америки, Из Италии, Франции, Чехии, Кореи, Исполнительницу многих известных арий Сопрано Елену Авишаеву. Почему так? Предлагаем встретиться и послушать. – Шлягер понятно. А что, и оперный шлягер есть? Почему вы это отобрали? – Конечно, та же песенка герцога. Ну, чем не шлягер? То есть, когда ее Верди написал, Она сразу зазвучала в народе. Ее сразу стали петь на улицах. А это и есть оперный шлягер? Конечно. А тот же Лебьяма, да, застольная. Там Лебьяма, та-та-ра-та-ра-та-ра. Это тоже шлягер, который знают все и поет все. – Напевает. – Конечно. То есть, она у всех на слуху. Это мелодии, которые стали популярны. И это независимо от оперы. Почему-то отношение к опере всегда такое немножко… – Немножко воздушенно-остороженное. – Да, воздушенное, немножко дистанцированное. – Хотя опера – это всегда был довольно-таки народный популярный жанр. Во всяком случае, в Италии. Он там родился, и эти народные мелодии перешли на сцену. – Вообще опера – самый синтетический из всех видов искусств. И мне понятно, допустим, пение – это исполнение, мелодия, слова. А там ведь еще, кроме оркестра, ты должен играть, быть актером. Смотреть вообще, как этому научиться. Он специально учит. Ведь обычно же вокальное образование как-то. А вот с этой составляющей как-то. Это огромный труд. Не зря с латыни переводится в опера труд. Как это совмещается? Это что, сами учатся? – Нет, вообще образование классическое, консерваторское, подразумевает обязательно большое количество актерского мастерства. И у нас есть танец в консерватории. Это отдельный предмет. Есть актерское мастерство, где мы начинаем потихонечку. Тоже идут по системе Станиславского, так же, как ведут обычных актеров. – То есть подготовка актеров тоже есть? – Конечно, обязательно. Хотя это достаточно слабое место среди оперных певцов быть хорошим актером. Потому что очень много задач стоит на сцене. И это, как сказать, и чтобы голос звучал, и чтобы текст в какой-то момент не выпал. И потом ты в роли действуешь на сцене, ты взаимодействуешь со своими партнерами, которые тоже могут, допустим, тебя сбить в какой-то момент. Потом опять же есть дирижер, на который нужно все время смотреть на него и поддерживать контакт, чтобы все это было вместе. То есть очень много задач у оперного певца. Это очень сложный жанр, да. Но когда все это получается, это здорово. – Судя по географии ваших гастролей, у вас это получается, наверное. Я даже смотрю Арии и Турандот и Верди. А норма, мы говорили, это вообще, как считается, высший пилотаж в исполнении сопрано, так? – Это одна из самых сложных партий. Она и драматически очень насыщена, потому что это персонаж очень яркий, сильный. Сама персона, главная героиня, ее характер, ее харизма. И вокально это очень сложно, потому что огромное количество музыкального материала, то есть сложнейшие ансамбли, сложнейшие Арии, знаменитая Кастадива та же, которая у всех на слуху. И это тоже требует особого, как сказать, подхода. – Там действительно трагедия. У меня просто с нормы началась, собственно, моя карьера международная. – Прямо с такой вершины? – Вот сразу, да. Это было очень ответственно. Это был такой момент доверия импресарию, который меня услышал на конкурсе в Мадриде. Я там получила первую премию. И он меня услышал на конкурсе и предложил сразу дебют на фестивале в Аспендесе в Турции. Это был греко-римский огромный амфитеатр на 10 тысяч зрителей. И мы поехали с итальянской труппой, поскольку это как раз было первое сотрудничество моё с итальянским оперным театром Реджи Калабри, Королевский оперный театр. И мы с ними поехали. – И сразу же с этого прямо началось? – Да, и с этого началось, собственно, у меня моя трудовая деятельность именно за рубежом. – Прямо с такой вершины, да? – И я, видимо, по глупости тогда не понимала степени ответственности. – Да, но вот Бог меня хранит. И всё прошло хорошо, и вышла хорошая критика, и был успех. И потом этот спектакль показывали по турецкому телевидению. То есть был хороший спектакль. После него мне предложили тогда в Венгрию сразу Турандот, сразу Аиду. То есть самой сложной партии. – А что такое солистка оперного театра Италии, театра Беллини в Сицилии? – Это работа по контракту. – Работа по контракту, да? – Да. Это вот такая система, которая, в принципе, она развита в Европе, в Америке, в России существуют оперные труппы постоянные. То есть этот человек приходит на трудовые книжки, работает, вот, и получает зарплату. Но в таком случае очень сложно, в принципе, сейчас можно договориться, но вообще сложно из репертуарного театра организовать свои гастроли. – Это если ты в театре непосредственно. – Да, в другие театры, на другие постановки, на фестивали, на концерты. То есть очень сложно вырваться, потому что ты стоишь в графике, и ты обязан прежде всего быть в своём театре. – Быть в этом театре. – Потому что, например, я начинала год в театре Станиславского Немировича Данченко в Москве, но после вот таких предложений мне пришлось как-то вот выбирать. – Скажите, ну а одновременно профессор университета Южной Кореи – это что? – Ой, меня просто, да, вот так вот судьба ведёт. Да, у меня был… – Вы преподаете вокал или свои постановки? – У меня там мастер-курс, то есть я вела там… Да, вела мастер-курс, у меня был там, сказать, с ними контракт. Несколько лет сейчас он закончился. Вообще, просто у меня было много концертов в Южной Корее с оркестрами, много гастролей там, и мне предложили там вот в одной университете, собственно, вот провести такое. Потому что они привлекают много певцов действующих, чтобы, ну, немножечко вот поднимать уровень. То есть у них есть такая программа по привлечению иностранных педагогов, иностранных певцов в качестве профессора. Но надо сказать, что уровень, конечно, всё-таки очень низкий. – Да, низкий уровень студентов или пока ещё подготовки просто? – Да, студентов. И вообще система, которая вот у них, в принципе, функционирует в консерваториях. Я не говорю, допустим, о Сеуле, там консерватория достаточно сильная, но это единственная, а университетов с музыкальными факультетами много. Много русских тоже пианистов из Питера, с которыми тоже я там сотрудничала, и встретилась, и познакомилась. – А как вот, на ваш взгляд, попробовать научиться понимать начинающему зрителю? Вот у нас театра оперы нет, допустим, так? И то, с чем приехали вы, наш зритель мало знаком, я имею в виду в живом звуке, так? Но, чтобы воспринимать оперу и такого уровня пения, наверное, какая-то подготовка, пусть самоподготовка, наверное, должна быть. – Я не знаю. – Как классической музыке вообще. Можно как-то самому подготовиться? Это же не сразу. – Ну, мне кажется, достаточно внутреннего желания и любопытства, что ли, чтобы хотя бы сходить и послушать, а что это? Может быть, это не так страшно, как кажется, и не так страшно, не так высоко и недоступно, как это иногда преподносится. – Ну, есть такое отношение. – Потому что, вы знаете, я очень люблю иногда даже услышать мнение людей, вот просто публики, именно неподготовленной. Неподготовленной. Потому что подготовленные, тут же, если тебя слушает твой коллега, музыкант, они всё равно своё есть мнение, потому что свои какие-то есть уже критерии, штампы даже в голове, вот это так должно, а это не так, как это соотносится с тобой. А человек неподготовленный, он всё это воспринимает на уровне интуиции. – Чувства, наверное, больше. – Да, интуиция. Вот если его где-то затронуло, где-то у него мурашки пробежали, если какая-то вот иногда даже ком в горле появился, то есть как-то вот тебя это затронуло, музыка, вот это самое главное, понимаете, для меня лично. То есть если я кого-то вот тронула в зале своим пением, своим искусством, своим голосом, этот контакт самый важный. – Чувственный контакт. – Конечно, эмоциональный, невербальный. То есть это самое важное, это самое ценное. Это вот суть как раз искусства и творчества. – Скажите, в опере музыка подчёркивает литературную основу, скажем, замысла? Или всё-таки это настолько своё, свой отдельный пласт музыки, что нельзя её как-то рассматривать, может быть, подчёркивающим литературную основу произведения, драмы там или комедии? – Вопрос такой на целую лекцию, если честно, серьёзный. Потому что, вы знаете, зависит от таланта композитора. Та же «Пиковая дама», основа, конечно, это Пушкин. Но это другое. – Но опера – это другое, и это тоже очень серьёзно. – Это очень серьёзно. И как можно совместить? Это просто два равноценных художественных произведения. – Это, наверное, опять же на восприятие зрителя уже. – Конечно. – Самого остаётся. Ну что ж, нам действительно повезло. У нас в гостях была Елена Юшеева, известная оперная певица. Приезжайте к нам ещё. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. – Спасибо вам. – Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»